Вот смотри, там штаны, ну всё, вычистить. Рабочий день мэра сегодня начался с обхода центральных улиц города. Особые нарекания к районным властям мэр высказал за состояние тротуарной плитки. В то, что она буквально ходит под ногами, свою лепту внесло недавнее наводнение. Вода размыла дорожное покрытие, а в некоторых местах и вовсе подняла. А вот тот факт, что на ней красуется отнюдь не свежая остатки жевательной резинки – забота ответственных за этот участок. Впрочем, внимание нужно уделить и клумбам. Ну, надо сделать, чтобы здесь были цветы, а не позор этот, а? Так же мы договаривались? Ну, сколько времени? Давайте мы запишем на протокол. Когда приведем, чтобы здесь цветы красивые были, чтобы там цветы были. Ну, плитка, думаю, сейчас лето подождет, а начиная… Всё равно же благоустраивать будешь же. Ну, когда? Значит, 10 дней. Помимо зелёных уголков города, которые нужно освежить новыми цветами и убрать листву, в обновлении нуждаются и лавочки. Несколько элементов городского интерьера придётся отремонтировать или вовсе заменить. Каждую улицу нужно регулярно проверять на чистоту, говорит Анатолий Пахомов. Особенно ему не понравилось состояние Платановой аллеи. У нас город, который сегодня в полном объёме загружен туристами, мы, конечно, себе такое позволить не можем, поэтому оперативно сейчас будем всем миром принимать меры. И буквально с двух часов администрация города вместе с администрацией центрального района выйдут на субботник, чтобы быстренько подправить положение. Ещё одна проблема, которая, к сожалению, в последнее время стала серийной – вандализм. Не успел город привести в порядок парапеты вдоль речной набережной, как очередные вредители взялись за другое городское имущество. Стали пропадать решётки ливнёвок. Несколько было найдено на дне реки. С этой бедой власти намерены бороться всеми возможными методами. На месте украденных решёток появятся новые, а администрация вместе с правоохранительными органами проведёт рейды по пунктам приёма металлолома, куда, скорее всего, они и попадают с городских улиц.